Дорогие коллеги, я уже сказал вас кое-что уже о трудах Татьяны Васильевны, и вот этот самый двухтомник, о котором речь идёт, вот он у меня здесь на столе, он всё время у нас на кафедре, первый чуть поменьше, второй чуть побольше. Вот здесь два предисловия, одно от немецких издателей, другое от самой Татьяны Васильевны, и четыре большие главы, причём самая большая глава в 740 страниц, она начинается в этом томе и заканчивается где-то вот здесь, вот в этом томе, вот так. Сейчас я всё объясню, почему это всё стоит, стоит того, чтобы действительно это показать. Ведь, ну, с одной стороны, конечно же, Татьяна Васильевна Шабалина, это самый известный в мировом баховедении русский специалист, на протяжении четверти века, то есть начиная, ну, правда, ещё до монографии понятно, что были публикации для защиты докторской диссертации, были публикации и раньше, в связи с кандидатской, понятно. Вот, но самые известные и известные в мировом масштабе, на мировых европейских и прочих траекториях свои труды Татьяна Васильевна публиковала в основном последние 25 лет. И они наиболее известны, и, значит, все ссылаются, это всё всегда у нас фигурирует. Да, так вот, значит, она публикует свои источниковеческие открытия, и источниковеческие, и текстологические, и даже у нас всех, у коллег, вошло в привычку ожидать в каждой её новой работе что-то новое, какую-то накопку, какое-то открытие. И что я вот просмотрел вот издание Баховского ежегодника, а это центральный и самый известный вот такой годовой журнал, который читает весь мир, и не только профессионалы, но и любители. И, значит, Бах-Ярбух, называется Баховский ежегодник, 2004 год, спецномер к столетию самого этого ежегодника. И он начинается со статьи Татьяны Васильевны, которая представляет, ну, как бы полностью реконструированный ею в самом полном виде, кантату Баха 199, которая после его кончины и до того, как Татьяна Васильевна проделала свою работу, в полном виде она не исполнялась. И вот благодаря источникам, которые есть в Петербурге, в общем, состоялась премьера, и в том числе и в Германии в самой. Смотрим, 2007 год, Баховский ежегодник. Две копии писем, одно письмо якобы от Баха, некоему там знакомому, который у него взял некий клавесин, другое письмо от Генделя. И Татьяна Васильевна очень многое выяснила, исследуя вообще чуть ли не всю историю оформления и правил оформления эпистолярных документов и правил написания писем в Старой Германии. И точно показалось, что, конечно, ничего общего с стилем Баха, с манерой вообще того времени и так далее в этих письмах нет. В общем, тоже глубокое и текстологическое, и источниковическое исследование. Это был 2007 год. 2008 год Татьяна Васильевна обнаружила в Российской национальной библиотеке тексты, в том числе и тетрадочки, которые каждый композитор, в том числе и Бах, выпускали заранее, на полтора месяца вперед, о том, какие тексты, кантаты, которые будут исполняться в церкви ближайшие шесть недель. И эти издания были обнаружены и многие другие. И вот это был первый обзор. В следующем, в 2009 году, опять, тексты, цур, музык, новые находки в этом плане. Далее, в 2010 год, следующий, то есть это ежегодник и в то же время как бы ежегодные издания трудов Татьяны Васильевны, получается, в каждом номере. Новые об истории создания кантаты 34, о вечной пламени, источник любви. И свадебные кантаты, потому что раньше считалось, что ни в коем случае у Баха не может быть таких, ну, как правило, не может быть таких случаев, чтобы из духовной кантаты материал для переработки был взят и сделаны, так сказать, новые кантаты светские. Что все наоборот у Баха. Что сначала светская кантата, что-то такой, какой-то такой материал, и он уже Бах, его Бах использовал потом, впоследствии, в духовной кантате. И вот здесь, ну, это одна из самых ошеломляющих находок Баха, но которую пришлось показывать именно на текстологическом материале. И этому посвящено, кстати, и многое уже в углубленном варианте, и вот в этом томе тоже содержатся вот такие доказательства открытой Татьяны Васильевны хронологии. В 2012 году опять Бах-Ярбух, ежегодник Бах-Ярбух, Татьяна Васильевна публикует устав, тоже найденный ей, Лепецкий устав, коллегиум музыкум Лепецкого. В 2017 году Баховские источники в нашем московском музее музыкальной культуры имени Глинки. Ну, и так далее. Сейчас у меня нет под рукой этих баховских ежегодников с 19-го по 23-й или 24-й, не знаю, вышел ли 24-й, вряд ли вышел. Вот, вполне возможно, Татьяна Васильевна меня поправит, что там тоже есть. Да, так вот, значит, в Германии вышел двухтомный труд. Я уже не буду говорить, и у Татьяны Васильевны вряд ли будет время, именно во время доклада, что-то об этом докладывать, рассказывать, если будут вопросы у участников, у слушателей, поскольку, сами понимаете, издать в Германии, в их музыковической среде, очень большую книгу московского автора, это вещь, это просто целый подвиг, конечно, потому что там много таких обстоятельств, которые могут помешать такому должному выходу, в том виде, как желает автор. Вот, и, значит, этот двухтомник, естественно, он повествует обо всех обнаруженных в Российской национальной библиотеке, это то, что мы называемым РНБ, она какое-то время называлась Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, где-то лет 20 тому назад ее переименовали в РНБ, а в Императорской России это была Императорская публичная библиотека, основанная в конце XVIII века, где-то примерно в 1795 году. И вот, и там, в общем, в этот двухтомник вошли, в общем, все сведения об открытиях и находках Татьяны Васильевны, причем не только текстовые, хотя название вот такое есть, тексты к музыке, да, и в Санкт-Петербурге печатные источники по произведениям композиторов XVII-XVIII веков. Вот, но это не только текстовые источники, там еще в четвертой главе довольно много говорится об источниках нотных, и даже фрагменты публикуются. Вот, так что в основном это в общей массе, это примерно тексты вокальных произведений с 1603 по 1800 год. Но большинство, самый вот концентрат всего этого, как раз падает на конец XVII века и середина XVIII, то есть как раз в годы жизни нашего незапвенного Йоганна Себастьяна Баха. Вот, и этот труд, конечно, внешне, как бы весьма плотно оснащен вот такими справочно-библиографическими данными, вот такими ссылками, цифрами, вот, но вдумчивому читателю они сразу открывают, в общем, множество нового и иногда сюрприза чуть ли не в каждой позиции, которые здесь выданы, если речь идет о списке некоторых, значит, источников. Вот, ну, для нас не совсем обычен уже сам научный жанр издания. Немецкие партнеры в своем кратком предисловии, слегка приоткрывая историю этого проекта, упоминают наряду с новым издаваемым здесь материалом, конечно, также и прежние публикации, статьи автора, собранные теперь, как они пишут, в одном аннотированном каталоге, ну, примерно так это можно перевести, «in einem beschreibender katalog». И, но, собственно, каталогом, строго говоря, здесь является только одна глава из четырех, вторая. Пусть она и самая большая, но тем не менее, потому что здесь, с одной стороны, история большинства источников, каким образом вот эти все источники, в том числе, в основном, и в том числе для нас наиболее драгоценные, это баховские источники, хотя тут есть и Телеман, и Кунау, и Хассе, но, конечно, самые ценные, самые весомые здесь находки, значит, по поводу баха, и каким образом все эти источники попали в Петербург, начиная с 1794-1995 годов и на протяжении всего XIX века, а также в XX веке. Ну, сразу Татьяна Васильевна предупреждает, и я предупреждаю, здесь нет ни одного примера, чтобы издание, так называемое, как в просторечии, весьма как-то не очень грамотно, говорят, так называемых трофейных экземпляров, которые были доставлены в СССР после 1945 года. Конечно, трофейными бывают только танки, пушки и пулеметы, а сами эти экземпляры, это лишь восполнение тех 500 хранилищ, библиотек и музеев, которые были полностью разрушены, уничтожены, либо разграблены во время нашествия, так сказать, гитлеровского Евросоюза на территорию России. Поэтому то, что было перевезено из Германии, это лишь капля в море, они не могут восполнить тех огромных разрушений и грабежа, которые были проделаны в 40-е годы. Поэтому это нужно называть не трофейными литературой, а компенсационные, как бы восполняющие, безусловно. И здесь только те издания, которые приходили в 18-м, 19-м и где-то примерно в первой половине 20-го века. В большинстве, в основном, купленные у книготорговцев западные, а тем более, что у питерцев были очень хорошие приятельские, дружеские, хорошие отношения с немецкими торговцами и немецкими дарителями. И, конечно, там очень хорошие экземпляры и целые партии появлялись, судя по тем сведениям, которые есть. И так, значит, естественно, формирование вот этих самых иностранных фондов, где вдруг вот такие вот склады обнаружены в империарской публичной библиотеке. Конечно, история очень важна, и, конечно, Татьяна Васильевна была вынуждена поднять большие пласты из старой литературы, архивов, чтобы проследить хотя бы частично происхождение, потому что материалов часто очень в экземплярах вообще нет никаких обозначений бывших владельцев либо книготорговцев, так что это не всегда понятно, именно каким путем в XIX веке это все попадало в библиотеку. Ну и далее вторая глава, это, естественно, огромный каталог всех тех изданий, которые были найдены, зафиксированы Татьяной Васильевной, третья, да, и четвертая глава, это данные и очень своеобразные такие текстологические наблюдения по поводу всех материалов, связанных творчеством Телемана, там довольно много разделов, потом открытие Кунау, там и Мотеты, Кунау, там и Хаса и так далее, причем не только церковная музыка, но и либретто тоже. Но кульминация, это, конечно, не четвертая, а третья глава, где материалы связаны именно с творчеством Баха. его книжка, то, что он обычно выпускал, повторяю, заранее, на ближайшие полтора месяца, тексты, вот, контакт, которые будут исполняться в церкви, и на богослужениях, и вот таких тетрадочек сохранились с 1725 года, с 1724 года, и с 1727, такие самые ошеломляющие, наконец, материалы, первые издания Пикандеровского годового цикла, контакт, 1728 год, потом очаровательная, ну, судя по некоторым фрагментам, инспитам, страстная оратория Штольцера 1734 года. До этого, я хочу напомнить, что в баховедении не знали, что Бах исполнял именно вот в кульминации Великого Поста, страстная пятница, и там обязательно всегда, значит, были страсти на протестантское, вот это самое, богослужение на вечерне, вот, между двумя частями всегда проповедь вставлялась, и каждый год было известно, что Бах исполнял, чем Бах дирижировал, а 1934 год был долгое время неизвестен, и вот этот секрет был раскрыт именно Татьяной Васильевной. Так, ну, и так далее. И как же эти все, значит, материалы попали? Ну, здесь самая, конечно, захватывающая история. В общем, вы поняли, что все эти материалы имеют невероятную ценность, не меньше половины из них не имеет никаких дупликатов где-либо в мире, то есть не меньше половины из открытых печатных источников, которые есть в Петербурге, они единственные. И если что-то такое узнать и открыть на этом фоне, то это нужно обращаться именно к этим источникам. Я напоминаю, что вообще, допустим, тексты, я понимаю, что это не музыка, что это не партитура, сами тексты, но дело в том, что очень часто, кроме, бывает очень много таких обстоятельств, когда кроме этого печатного источника мы нигде не можем узнать, что там исполнялось вот в эти недели и в каком году. Иногда даже хронология поправляется либо на 2-3 года, либо вообще где-то чуть ли не на 20 лет, как скажем, когда речь идет о 27-м годе. Михаил Александрович, вы уже 3 минуты остались. А? Где-то 3 минуты остались. Нет, нет, у меня еще 10 минут, 5 минут. Да, так вот, и вы, конечно, можете сказать, что вот, да, что вот этот самый каталог, вторая глава, вы увидите, каждая позиция начинается с шифра библиотечного. Библиотечный шифр точно указывает, где этот экземпляр стоит и где его можно получить. Ну, казалось бы, а почему эта находка, если любой читатель может выписать шифр и это получить. Но дело в том, что, увы, все эти старые каталожные карточки, которые делались еще при одном из первых директоров, при Оленине, в самом начале 19-го века, там часто даются весьма отрывочные весьма отрывочные вот такие сведения, скажем, «der с 1819-го года», и мало, ну, понемножку она изменялась. Если вы почитаете, какие там рубрики, это вас немножко, так сказать, удивит. Даже вот то, что в сфере искусства, как это разделялось, там довольно это все странно. И я не буду сейчас зачитывать, но во всяком случае довольно интересно получается, что вот эти карточки находятся либо в разделе «Богословие», вплоть до раздела «Полиграфия». Они рассыпаны по всей библиотеке, то есть обычно мы знаем в международных всяких библиотеках в Америке, в Англии, там если какая-то коллекция компактная, вот она так и перенесена, и в этой коллекции она единая, и по ней составлен каталог. А эта же коллекция, особенно вот коллекция, которая была привезена по приказу Екатерины Великой в 1795 году из Варшавы в Петербург. Это коллекция братьев Залузских. И вот там многое было распределено по разным залам. Там зал 6, 15, 16, 17, по разным поводам, и этот несчастный, такой скудный систематический каталог, конечно, не содержит ни рубрики текста к музыке, ни рубрики либретто, вообще никакой связи с этим, с тем, что бы нам хотелось. И сами карточки, они вовсе не выдают никаких сведений о том, что это может быть текст какой-то музыки. Там даются самые вот такие вот общие слова, и поэтому узнать это можно, только копаясь в самих книгах. Скажем, где-нибудь в немецкой библиотеке или в итальянскую зайдете, вам разрешат в фонде рыться и подкрывать каждую книгу. В Российской Национальной Библиотеке все строго и нельзя, и можно посмотреть, только заказывать по каталогам. И вот эту иголку в стоге сена искать Татьяне Васильевне пришло в течение 14 лет, с декабря 2007 года по 2021 год. То есть, эти поиски еще продолжаются. только что вышел очередной номер питерского журнала опер-музыкологика, где еще одна находка опубликована Татьяной Васильевной. То есть, где среди тысяч, скажем, среди тысячи карточек можно найти только одну связанную с музыкой. А как это найти? Выписывать все тысячи карточек, это жизни не хватит никакой. И нужно было либо интуитивно что-то выбирать. В общем, это тоже целая огромная история. Понимаете, история довольно драматичная, я бы сказал. Потому что вряд ли есть у нас какой-либо другой доктор искусствоведения, который согласился на эту адовую батратскую работу. Сидеть годами, не зная, не имея никакой гарантии, что будет хоть какой-то успех, что будет хоть какой-то эффект, что будут какие-то находки, может быть, две-три. А человек просидел четырнадцать лет, вот так вот выуживая вот эти самые иголки в стоге сена. И получилось целое как бы созвездие вот таких открытий. И, безусловно, что тут говорить? Во многих случаях, особенно, конечно, я еще поговорю после конференции с Татьяной Васильевны и в том числе и по поводу подробностей вот этого самого нового, как вы знаете, вышел новый каталог, БВФАУ, новый каталог произведения Баха, самый обновленный, Шмидер, который был еще, начиная со Шмидера с 1950-го года, было несколько изданий, это вот обновленный каталог, где порядок, где способ нумерации немножко, так сказать, изменился и не все так уж и удобно. И, конечно, здесь есть, безусловно, есть определенный учет того, что открыла Татьяна Васильевна в своих трудах источниковедческих, хотя есть, я думаю, некоторые противоречия, но что говорить, вот когда мы имеем дело с немецкими коллегами, ведь немцы, когда имеют дело с коллегами даже своими, вот близкими из того же города, они воспринимают, чем значительнее открытие, тем они ревнивее и воспринимают все это, и у них первым делом, что возникает, первым делом возникает протест, как бы. Ну, вспомним, я вот сейчас вернусь к началу моего доклада, чтобы, как бы это, скажем, 2004 год, да, вот открытие, наконец, впервые, полное, после смерти Баха, впервые, полного текста кантаты номер 199, премьера была в Германии, и там была, Татьяна Васильевна была приглашена на премьеру, и там выступил местный музыковед, очень известный из Баха архива, вышел, и ни слова не сказал о том, что какое-то отношение к этому восстановлению этого текста имеет Татьяна Васильевна, вот, или, скажем, вот эти две копии писем, которые оказались, что они не имеют никакого отношения к стилю Баха, вообще к письмам Баха, и так далее, две копии писем, довольно странная история, я уже говорил перед этим, что очень странные копии, которые у нас в музее лежат, имени Глинки, что якобы Бах это написал, и очень странная, это почти мистическая история, я прошу Татьяну Васильевну как-нибудь, может быть, написать литературную новеллу об этом, потому что все подробности нахождения, нахождение владельцев или наследников владельца этих копий похожи на какую-то очень мистическую историю в духе Эдгара По и прочих, но самое интересное, что, конечно, это все было опубликовано, и ведущий музыковед немецкий, значит, Вольф, он сказал, что в следующей монографии он обязательно, в следующем выпуске своей, в монографии Абахи знаменитой, в следующем издании, он обязательно учтет этот факт, если, но я вот посмотрел, он мне подарил эту монографию, но смотрю, он там этого не учел, как бы, то ли не успел, руки не дошли, ну, в общем, многое вот такое есть, понятно, что, как правило, немцы очень ревнивы к этому, или, скажем, этот самый знаменитый мастер по духовым инструментам, исследователь инструментов эпохи барокко, Йозеф Чиба, он показал, что, значит, корно да кача, вот, в мессе хамоль, там, где обычно это исполняют низко, на октаву ниже, чем это, чем это у Баха написано, и он показал, что такие инструменты не могут звучать октавой ниже в 14-футовом регистре, они могут звучать только, вот, так, высоко, а, и тем более, там и текст такой, который говорит, А все равно, вот, якобы уртекст, выпущенный, значит, Уве Вольфом, и там, не в скобках, не мелким шрифтом, а прямо крупным шрифтом около нот вот этого издания и около нот, около строки вот этого корно да кача, он пишет, корно да кача, значит, басо, он прямо указал, что это должно быть октавы ниже, и шрифтом не выделил, что это не Баха, что это редакторская, добавка и так далее, то есть, определенные вот такие черты, вот, ну, как бы в этикете, вернее, в общем, в отсутствии, как бы, на наш взгляд, некого этикета в среде немецких музыковедов, конечно, представляет очень много трудностей для истины, вот, но, я бы сказал, что все открытия Татьяны Васильевны, вот, они здесь собраны, и они найдут своего читателя, и, конечно, за ними будущее, но, что Татьяна Васильевна в баховедении, она, я бы сказал, осмотрительный мыслитель, первооткрыватель, и великая труженица, она находит неизвестная там, где, казалось бы, все уже, как бы, оприходовано, музыковедами, издателями, и соотечественниками самого Иоганна Себастьяна Баха, вот, и, конечно, множество, и вот ее открытий, и фактов, но я назову, и флейтовые сонаты, где, как выяснилось, там в тексте флейтисты не все правильно играют, а у баха, рукой баха есть такие вот моменты, которые отличаются от теперешних изданий, или, скажем, партиты из клавир, вообще, тома из клавируем, клавирных упражнений, которые издавала Татьяна Васильевна, тоже там есть немало моментов по тем материалам, и по тем материалам, которые правкам, рукой баха, которые внесены в эту музыку, не все у нас отражено в большинстве экземпляров, которые лежат у нас в библиотеке, вплоть до того, что отдельные интонации, я даже мог бы сыграть, какая разница интонации вот в этих клавирных произведениях, не все так уж точно, и очень многое приходится, пришлось бы, если уж играть так, как написал бах, что многое музыкантам, практикам надо переучивать, и надо взять вот эти издания Татьяны Васильевны, если вы, если, так что Татьяна Васильевна Шабалина для нас как бы подобна реставратору иконописи, она раскрывает исконные лики великой музыки и снимает тьму вот таких всяких самонадеянных ретушей, и открывает нам истину. Спасибо Вам за внимание. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.